идет ли у нас с вами эфир видите ли вы меня меня 19 человек смотрит сейчас 2026 напишите в чатике видите ли вы меня и слышите ли вы меня так да друзья поздравляю с 8 марта всех желаю всего того что вы сами себе желаете а самое главное удачи и вдохновения то что по моей компетенции давайте мы сегодня хорошо и интенсивно поработаем значит друзья я посмотрел ваши домашки а давайте пока все народ еще подключается друзья я еще раз напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс по написанию романа в нашей сценарной мастерской и присоединяйтесь курс достаточно большой он начнется в мае как вот там по моему 14 что ли мая май июнь июль мы работаем интенсивно каждую неделю потом будет два занятия раз в месяц в августе и в сентябре и потом финальное занятие в декабре то есть это получается такой три месяца плюс еще пять месяцев то есть мы фактически целый год проводим вместе с больше полугода с участниками курса по написанию роман как говорится как как пишут в интернете это насколько же надо быть упоротыми для того чтобы в это все немедленно не вписаться вот поэтому давайте вписывайтесь так значит там же около четверти мест уже уже продано хотя мы только только начали набор я посмотрел то что вы написали домашнее задание не по всем давал обратную связь но в нескольких случаях я прям написал не удержался написал замечание своей смотрите ребят вот домашнее задание было написать про себя да то есть вот в формате биографии аннотации на книгу да то есть вот то что на обратной стороне книги в под рубрикой об авторе пишут до чтобы вы поняли что у вас есть такого до что показывает что вы в состоянии решить проблему читателя для чего я это делаю для чего я вас заставляю это делать для того чтобы вы четче понимали какая проблема существует у вашего читателя чтобы четче проблему понимали да и четче понимали каким образом вы сами эту проблему собираетесь решить то есть если у читателя нет проблемы если вы не в состоянии эту проблему решить то вы бестселлер не напишите соответственно да и ваша задача понять в себе что вас такого есть да то есть у меня нет задачи создать чтобы вы написали рекламный материал у меня здесь сейчас задачи до чтобы вы четче понимали ваши взаимоотношения с вашим будущим читателем вот при этом в некоторых случаях друзья мои вы писали вообще такое ощущение что не читали задание да хотя он она прямым текстом в описании урока существует до писали что-нибудь вроде вот я прям даже там несколько таких было биографии до которой я вытащил чтобы вам показать дорогой читатель в моих книгах ты не найдешь нравоучение морализаторство и нытья ты выйдешь из повседневной рутины и попадешь в мир и где реальность переплетается с жуткой действительностью а страшные истории не всегда являются вынесла во первых это все бла-бла-бла пустые слова до который ничем и никак не подкреплены да а чем подкреплять подкреплять вашим личным опытом да то есть когда я пишу учебник для сценаристов я говорю да ребята вот смотрите я писал там для всех основных российских каналов дописал анимационные фильмы сценарий до писал пьесы которые ставят в россии за рубежом дописал какое-то количество книг которые стали бессилен да я рассказываю о своем личном опыте и рассказ о моем личном опыте он сам сам за себя говорит да он убеждает читателя в том что я его проблему могу решить до конкретную проблему да если я беру например книгу пишется до книга посвящена конкретной проблеме преодолению writers блок до при 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 преодолению писательского блока до преодолению состояния не пишется и соответственно да я там пишу что я писал там по 10 страниц в день в течение 12 лет сценарий было ли у меня состояние не пишется в это время ну естественно было неоднократно было да я его успешно преодолевал окей хорошо поэтому друзья мои посмотрите пожалуйста на свою домашку и напишите сейчас в чате кто из вас написал действительно про себя и кто из вас написал не про себя вот про вас ли написано ваше предыдущее домашнее задание мне непонятно зачем моя биография fiction литературе смотрите еще раз ребят я пишу я вас еще раз повторю если как-то с первого раза не доходит да для чего я все это делаю не для того чтобы вы аннотацию на обложку написали для того чтобы вы поняли каким образом вы будете взаимодействовать со своим читателем что касается фикшен литературы ну посмотрите на легендарных авторов fiction книг да например на пушкина посмотрите да как его биография проецируется на его книги на байрона посмотрите как его биография проецируется на его книги да на достоевского посмотрите на его каторгу как его биография изменила отношение читателей к его книгам да совершенно по-другому начинаешь воспринимать про хемингуэй я вам вчера говорил мы продаем не только книгу но и себя как автор мы сначала продаем себя как автора да потом уже продаем книгу если личного писательского опыта нет а какой есть не обязательно же писательский опыт так написал про себя про себя я не не все помню там кого-то я запомнил да что да вы действительно писали но сами себя проверьте про себя ли вы написали вот не про себя про меня один абзац остальное про то что в книге наталья вот помню да что вы сначала не про себя написали потом исправили так окей хорошо а если читатель еще пока на первой лестнице на первой ступени лестнице хантера еще пока не осознает свою проблему для соответственно вам надо его довести по этой лестнице до до того да то есть если он на первой ступени да он вашу книгу не купит зачем ему покупать он проблему не осознает свою такие люди не покупают книги хорошо теперь идем дальше вот смотрите что касается писательских блоков которые я упомянул очень часто у начинающих авторов перед началом книги возникает что называется да такой вот писательский блок это не обязательно то есть вот надо начинать писать а не могу никак начать вот и человек думает вот это лень моя до или это моя прокрастинация на самом деле очень часто вот на начальном этапе проекта writers блок возникает из-за того что вы не знаете тупо не знаете о чем писать то есть вы просто не владеете материалом и нужно четко понимать что у любого творческого проекта у писательского в том числе существуют определенные стадии и каждую из этих стадий нужно пройти последовательно если вы какую-то стадию пропустите то ничего у вас да то есть вы застрянете она вас обязательно настигнет да то есть вы можете например на энергии на на своей молодой удалой энергии можете проскочить какой-то этап да и уйти на один этап дальше но она вас обязательно настигнет да и вы очень скоро застрянете на какой-нибудь там 20 30 странице как это происходит какие существуют стадии творческого проекта да первая стадия это сбор материала вот об этом сборе материала мы с вами и будем говорить дальше после того сегодня о материале до после того как вы собрали материал дальше происходит осмысление да то есть и в момент то есть вам нужно в какой-то момент не вот этот ресерч он не должен продолжаться бесконечно он должен в какой-то момент остановиться и потом должна произойти стадия осмысления когда вы ничего не делаете только сидите и думаете причем еще более эффективно это работает тогда когда вы останавливаете research по проекту и начинаете заниматься чем-то другим внезапно да то есть переключайтесь на что-то другое а у вас в вашем подсознании вся собранная информация она варится 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 да то есть она постепенно утра утрясается и укладывается да то есть идет бессознательная работа над собранным материалом и это очень это очень интересно и это контр интуитивно да то есть интуитивно нам кажется да я должен быть сосредоточен на проекте вот я собрал материалы нужно сразу же садиться писать и так далее так далее пока впечатление свежи на самом деле ничего подобного да нужно создать дистанцию и лучше посмотреть на что-то другое позаниматься чем-то другим и потом после этого неизбежно произойдет inside просто неизбежно да то есть если вы собрали достаточно материалов да если вы достаточно четко переключились да то есть если вы будете сидеть и ждать инсайта инсайта не будет да то есть вот я прочитал 10 тысяч книг по своей теме вот я сижу и жду ну когда же у меня будет inside напряженно ожидаю 5 минут прошло инсайта нет 6 минут прошло нет 7 не да то есть ничего не будет происходить а если вы переключитесь на что-то другое в какой-то момент обязательно он произойдет этот inside что такое inside обычно люди это представляют так что я вдруг увижу да у меня появится гениальная идея я кстати вот к идее я всегда отношусь очень спокойно да когда говорят вот у меня есть супер мега идея которая вот если ее написать то это сразу же будет там супер пупер пупер идея на самом деле ничего не стоит и идей у каждого человека миллион идей важно не просто идея а идея в сочетании вот этим взрывом энергии внутренней и вот этот внутренний взрыв энергии он может быть что называется на этот взрыв энергии сверху как ракета может быть надета ну совершенно идиотская идея до абсолютно простая условно говоря парень встречает девушку да то есть по большому счету ну что в этой идее а можно вдруг парень встречает девушку ни хрена себе все сажусь писать да то есть вот именно вот это состояние внезапно освобожденной энергии да то есть когда вы материал в себя напихивайте 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 как ядерное топливо дальше там начинается некая цепная реакция до когда концентрация материала превышает определенные пределы да для вас конкретно для вас определенные и потом происходит вот этот взрыв inside да то есть inside это заряженность энергией идея может быть любая после этого вы садитесь и планируйте работу да то есть вы пишете некий план о чем вы будете писать да то есть план книги или план сценария план пьесы потом вы садитесь да то есть когда то есть без плана мы не пишем да то есть если есть люди которые работают без плана и чаще всего либо то есть если человек говорит что он работает без плана либо на самом деле у него есть план просто он его держит в голове либо действительно человек как бы вот видит какой-то там ближайшие несколько сцен и идет за этими несколькими сценами такое тоже может быть а вот в этом случае чаще всего рыхлая очень структура я знаю авторов которые так работают и у них всегда в большинстве текстов которые они пишут у них структурные проблемы из-за того что они все время пишут находясь внутри истории ни разу не смотрят сверху да не не структурирует свою историю мы с вами не такие поэтому мы сразу после инсайта садимся садимся и пишем план работы потом после этого мы пишем тело текста затем занимаемся редактирование да то есть у нас мастерской кстати говоря запрещено редактировать текст до того как закончен первый граф на всех курсах то есть мы сначала пишет текст и только после окончания текста мы его редактируем почему потому что это разные виды деятельности да и после этого наконец мы занимаемся продвижением еще раз я повторяю 7 стадий творческого процесса первое сбор материала 2 осмысление во время которого мы переключаемся на что-то другое затем inside 4 планирование работы 5 написание тела текста 6 редактирование и наконец 7 продвижение насколько это понятно если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте ваши вопросы так окей хорошо теперь мы с нам с вами надо разобраться собственно она а что что такое материал да то есть где мы где мы его берем и что нам с ними делать прежде всего здесь есть немножко ну я я пока так и не не преодолел это такую амбивалентность терминологическую когда мы говорим о теме здесь есть два измерения темы да то есть с одной стороны тема это материал на котором вы пишете книгу да например вот там есть замечательный автор который мне очень нравится то что вы пишете про резиновые изделия прям очень круто вот я сегодняшний пост читал сегодняшний комментарий с огромным удовольствием да уж мега узкая ниша да но понятно что человек в ней разбирается да и все классно да вот эта тема до или там не знаю коллективизация в ссср до тема да то есть это некое место где происходит действие до некое время где происходит действие да и какое-то количество людей которые занимаются неким общим делом раскулачивают друг друга и ссылают например и да вот это это и есть тема да то есть это материал на котором мы пишем книгу этот материал он может быть ограничен какой-то эпохой может ограничен такой как какой-то группой людей может быть ограничен географический может быть ограничен во времени да то есть тема это условно говоря мы луч прожектора направляем в какую-то область человеческой деятельности да и выделяем ее от всего остального да и собственно это то из чего мы делаем книгу второе измерение темы да она ближе к идее но это не совсем идея да это образные и идейное содержание да и образное тоже не только идейное что мы хотим сказать но и образное содержание например тема любви или тема взросления тема преемственности до поколений например тема дружбы тема предательства да и мы можем например взять материал да раз уж я там про коллективизацию сказал да берем тема коллективизации и на тему коллективизации мы можем написать историю про любовь про взросление про преемственность поколений про дружбу про предательство да то есть мы как бы одно на другое накладываем до 2 измерения и точно так же мы можем на например тему дружбы взять да и написать на тему дружбы на материале завоевание космоса или войны алой и белой розы или разработки лекарства против чего-нибудь к вида например да то есть берем тему как материал и соединяем ее с темой как образное идейное содержание и вот на этом идти нам надо найти интересное сочетание того и другого интересные желательно парадоксальные насколько это понятно сочетание темы как материала и сочетая темы как идейного и образного содержания или если есть какой-то вопрос поэтому то задайте так сколько таких планов стоит использовать не очень понимаю один но план текста который вы пишете не не у не уверен что правильно понял вопрос уточните его так пишу костяк текста через пару дней его раскрываю типа редактирования на больше дописывания без этого никак тоже не очень понимаю смотрите если вы пишете тексты которые вы публикуете до короткие тексты на было посты в блоге например да естественно вы вы редактируете их и публикуете такое тоже такой способ тоже может быть и кстати говоря у меня некоторые книги мои нон-фикшн книги они так написаны да то есть такое тоже может быть об этом мы там чуть попозже поговорим вид написания книги при котором ты пишешь главу тут же публикуешь ее допустим получаешь обратную связь буквой сценариста кстати тоже также написан да он писался в прямом эфире публиковался но в целом например художественную книгу я не советую так разрывать нон-фикшн книгу можно так писать вот художественную книгу лучше писать целиком не редактируя и потом редактировать поверх так желательно парадоксально необычное сочетание да то есть условно говоря тема любви до тема которая ассоциируется но условно грязь буду аром с птичками романтической музыкой там и так далее так далее да а мы и берем и помещаем в материал которым но в общем-то не до любви да я специально как бы такой простой достаточно примитивный пример беру да для того чтобы показать как это работает до условно говоря любовь во время коллективизации раскулачивание да вот пожалуйста зулиха открывает глаза пример как в нон-фикшене да то есть берете какую-то тему да например тему продаж и соединяете ее с темой ну например взросления да у меня одна ученица светлана афанасьева который у меня в коучинге было на она написала в коучинге книгу пару в которую как раз соединяла тему продаж и тему взросления да или например то же самое да наталья терещенко тоже она у меня в коучинге написала книгу бабочки в животе книгу о женском оргазме то же самое да там тема женского оргазма да она соединялась с темой условно говоря пути героя жизненного развития человека с темой взросления а вот и это давало очень интересные результаты до нон-фикшен книги то и другая книга стали бестселлером терещенко его афанасьев так может быть три темы и более может быть все что угодно литературе и в нон-фикшене может быть все что угодно чем больше запихнете туда тем хуже это будет восприниматься так иногда приходит сначала образно идейное содержание на него уже накладывается тема может быть такое да совершенно верно да то есть сначала вы понимаете что я хочу написать книгу о предательстве да потом думаете и выбираете подходящий материал под него так например как тема для материала космос а темы для идей дружба не очень понимать смотрите вот вы сейчас пытаетесь соединить два материала в одной теме в одной книге да то есть тема для идей дружба до нормально сочетается с космосом тема дружба легко нормально и хорошо сочетается с борьбой с к видом да а космос и с борьбой с к видом сочетаются плохо то есть можно наверное найти какую-то связь между ними но в целом не это не очень понятно как 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 сочетать да то есть они будут конфликтовать все время точно так же если вы возьмете две вот эти темы как образно идейное содержание да например там тему преемственности поколений и тему предательства да они у вас опять же будут конфликтовать у вас книга рассыплется дальше идем дальше давайте мы поговорим о теме как материале да на котором вы будете писать книгу скажите пожалуйста насколько хорошо вы знаете свою тему на которую вы хотите написать книгу давайте так по от попробуйте оценить от там нуля до десяти насколько хорошо вы знаете тему точно здесь не нужно да нам просто понять где мы на каком свете мы находимся напишите в чате так эпидемия космического корабли до художественная книга может быть такая да но опять же да нам нужно будет вот в эту эпидемию на космическом корабле нам надо будет ее посадить на какой-нибудь на какую-нибудь идею до тему как идею идея немножко другое мне вот поэтому я сразу я оговариваюсь да что здесь нет какого-то точного термина такого и немножко все рассыпается так тема принятия себя идейная содержа а вот смотрите вы да вы как раз тема принятия себя идейное содержание взросление предательства вот вы две идеи до пытаетесь в общем не не очень хорошо идеи которые не очень хорошо женятся друг с другом да вы пытаетесь в одну эту самую затопить до достаточно высоко знаете да да довольно хорошо вот есть пара пятер написать смотрите людям которые сейчас не очевидную вещь скажу тоже такую контент уйти на вообще очень многие вещи которые я говорю они могут показаться что я ну типа оригинальничаю да то есть вот всем же очевидно что это вот так вот да и вдруг я говорю что нет это не так да и может показаться да что я просто шокировать вас хочу зацепить как-то вообще совершенно нет парадоксальным образом да то есть кажется очевидно что для того чтобы написать книгу на какую-то тему нужно очень хорошо эту тему знать на самом деле людям которые хорошо знают свою тему сложнее написать на эту тему потому что в своей теме они не понимают что интересно что нет и очень часто так бывает я всю свою жизнь я общаюсь с разными людьми беру у них интервью задаю им вопросы да и там много многом но с большим количеством людей поговорил за свою жизнь которые занимались самыми разными темами и я заметил такую штуку что вот разговариваешь с человеком и он рассказывает какую херню абсолютно неинтересную и говорит вот этот подождите я вам еще расскажу вот вот еще вот такая формула есть вот такая формула есть и вот еще вот это вот очень смешная формула вот такая вот обхохочете сейчас вам напишу формулу да а вы пишете заметку в областную газету до про человека и или рассказывает какой вот я вам еще такой случай расскажу до рассказывать случае вообще не понимаешь что с этим делать да и как бы сидишь с человеком слушать разговариваешь с ним там три часа и потом не знаешь из чего собственно заметку то писать про него на вот и потом значит уже уходя до говорит мимоходом да и кстати вот еще там не знаю там а еще мы мертвых оживляем да и или ну вот да то есть вот бывает так такое да то есть и ты такой стоп 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 ну-ка с этого места поподробнее да вот как я помню брал интервью хирургову 1 и который ему там типов за 80 лет и он продолжает это самое продолжает делать операции да и он очень скучно рассказывал о своей работе повседневной ежедневной а вот и потом уже уходя я у него спрашиваю просто вот уже так вот такой ну детка уже такой грелачу а как у вас руки-то не дрожат на вот он или дай палец сюда вот я ему значит подаю палец и держи крепко вот и значит я вцепился в его руку и он меня легко абсолютно да то есть я был там 22 летний качок да он у меня легко совершенно этот худощавый дед руку рожал да то есть он был меня сильнее намного руки в нем были и вот это стало ключом к материалу да то есть для него это сила его рук это было вообще ни о чем ему это было совершенно неинтересно да его интересовали там какие-то какие-то разборки с администрации там еще что-то да то есть что то что в общем ник никого кроме его не 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 волновало вот то есть когда вы знаете свою тему слишком хорошо вы не видите что в ней интересно наружу соответственно если вы действительно хорошо знаете свою тему и пишите про тему в которой вы там 30 лет занимались идеальный вариант это найти способ отстраниться от своей темы да то есть постараться посмотреть на свою тему чужими глазами да то есть выйти за пределы своей темы и посмотреть на нее со стороны и тогда вы увидите а что действительно в вашей теме может быть интересно какой может быть дистанция обратите внимание что например маринина да кстати тоже у меня было с ней интервью тоже можете посмотреть на на ю тубе она есть да она много лет работала собственно она была сотрудниками милиции и она смогла начать писать выйти на как бы она первый роман написал еще работая да но отстранившись от страницы от этой системы и начать выйти на пик продуктивности творческой писательской она смогла только тогда когда ушла уволилась да то есть когда между ней и ее работой возникла дистанция я много лет пытался написать я очень хорошо знаю работу провинциального журналиста очень хорошо я 10 лет работал в вологде журналистом редактором зам главного редактора судебным корреспондентом да то есть я эту систему знаю от и до и живя в вологде я пытался написать роман газетчики и он у меня не получился его не смог дописать почему потому что я сидел в редакции на верстке да у меня там по голове по голове ходили верстальщики и корректоры я сидел и писал роман о том что в общем меня окружала и дистанции не было я не мог на это посмотреть со стороны и только когда прошли годы когда я уже уволился оттуда уже много лет работал сценаристом для меня это все стало далеко волок да стало вообще для меня дарить далеким каким-то миром из далекого прошлого да только после этого я смог с этой дистанции посмотреть на то как это было тогда и написать об этом газетчик писатель сценарист трилогию своим вот что касается темы которую вы знаете очень хорошо нужно найти способ отстраниться от этой темы если вы сейчас в ней в этой теме живете да то найти возможность хотя бы на время написания книги выйти из своей темы и установить вот эту дистанцию между собой тем дальше если вы не знаете свою тему который вы собирает то есть вообще я считаю что идеальный вариант когда вы входите в новую тему и вам нужно изучить материал для того чтобы написать книгу у нас была у меня история такая когда собирались мы написать сериал про космос как раз таки и набирали группу авторов и там были там очень мощная команда была там были и начинающие сценаристы как я да я тогда был совсем совсем зеленый и профессиональные опытные ребята которые там много десятилетий работали и в числе прочих значит мы там рассказывали себе знакомились числе прочих был парень который работал на космодроме который имел специальность по космонавтике да то есть который там просто съел ни одну собаку на этой теме я про себя подумал ну типа этот точно попадет на проект и значит через несколько дней мы встретились уже нас уже было там в пять раз меньше и этого парня там не было то есть люди которые принимали решение по сценаристам да они не взяли человека который слишком хорошо знал эту тему и это было правильно абсолютно поэтому когда вы изучаете важно понимать что вам не надо знать все по этой теме нет задачи изучить все материалы которые написаны по этой теме ваша задача знать на одну вещь больше чем знают зрители этого будет достаточно ну и иметь общее представление о том как как что там в этой теме работает ну например шекспир не был в италии да он не знал итальянского быта он не был в древнем риме да и это не помешало ему писать про верону и про рим соответственно насколько да давайте отбивочку сделаю насколько понятно то что я вам сейчас сказал по сбору материала по познанию тем или если что-то не по если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте вопросы кстати вот гоголь до мертвые души он писал время да то есть ему нужна была дистанция 1 вечера на хуторе близ диканьки и миргород да это малороссийские аккуратно вы выражусь до малороссийские по-набоковски выражусь малороссийские повести да он не мог их написать живя в миргороде то есть он переехал в петербург создал дистанцию между собой и своей родиной и тогда написал написал эти повести на а соответственно про россию он смог написать только тогда когда уехал в рим да вот создание географической дистанции интересно кстати посмотреть он по последняя повесть его она она про рим как раз таки интересно посмотреть а где он ее написал так давайте серкина с хохотом шамана давайте не будем слишком углубляться да мы можем сейчас и эту книгу разобрать и эту и вот эту и вот эту вот у серкина хохот шамана очень рыхлый то есть он просто там первая книга еще еще как-то держится да а чем дальше она у него просто рассыпается он при всем уважении да я его очень уважаю как психолога да но вот что касается авторской его работы ну на мой взгляд он с ней не справился то есть она там там все рассыпалась развалилась и ему там читатели последующих книг его ему говорят типа чувак вообще ты что сказать-то хотел вот чего не было кстати у кастанеды а то есть кастанеда очень четко держал структуру переплетается тема знакомства с темой принятия местного менталитета и адаптации может быть может быть такое да вот очень хорошо вера мне очень нравится ваш образ да из кастрюли оборщине напишешь да совершенно верно да вот кстати говоря вот она пишет если знаем тему не очень то отмечаем для себя самое интересное желательно включаем это в книгу вот здесь тоже надо быть осторожным потому что вот эта вещь которую не знает что вам есть это действительно так вам достаточно одну вещь знать которую не знает читатель про вашу тему но если вы рассказы да и читатель прочитав ваши книги а что-то узнав из нее до хотя бы даже одну простую единственную вещь он будет вам за это благодарен но если вы расскажете ему то что он и так знает без вас то он скажет ну чувак ну ты сделай хоть усилие ну ты хоть что-то мне новое расскажи да я это и так знаю пример я вам приведу не сейчас просто на вскидку не могу из потому что мы с вами да как как-то у нас с вами такой хеликоптер view да мы накрываем много тем сразу же да я не тоже не успеваю переключаться пример приведу из сериала сериал миллиарды я он не не великий сериал на самом деле и к сожалению там он чем дальше тем тем хуже становился но первые два сезона были отличные его значит где-то уже там в к четвертому сезону когда он уже окончательно начал деградировать там была сюжетная линия о том что герой один из героев собирался поехать послом в дании и он говорит что вот типа знаешь есть такое в дании есть такое понятие фигги знаешь что это такое и ему второй герой отвечает нет не знаю а что это да и тот ему начинает объяснять что фигги это понятие уюта счастье да такое такого чист чисто скандинавская да и как бы да нам дают интересную информацию нам сказали неизвестное нам слово неизвестный нам термин и рассказали что он значит да то есть вот мы узнали какую-то интересную крутую штучку про данию да ну ребят это все равно что про вологду рассказать до рассказывая про вологду в очередной раз рассказать идиотский мем про то что резной палисад в вологде находится в квд до начнем с того что это неправда я был в квд вологодском не для себя что называется да но водил туда своего соседа по комнате неважно по какому поводу да ну вот вот было такое он сам боялся там нет резного палисада в вологодском квд вот вологде 3 дома с резным палисадами ни один из них не в квд вот да то есть вот когда вы берете какую-то вещь до которая вроде бы оригинальная интересная да ну и и на самом деле во первых все знают во вторых это неправда так вот что касается хюки да мог ли герой и могли зрители не знать что такое фига да блин не могли потому что фига это слово года там какого-то 2019 2020 я не помню какого да то есть это там чуть ли не самое известное вообще самое известное датское слово на свете да и герой нет я не знаю расскажи мне что это такое да то есть вы должны действительно вот это единственная вещь вы должны действительно удивить и обрадовать вашего зрителя и вот для того чтобы эту одну единственную интересную вещь нативу для этого вполне может быть вам придется перерыть 100 интересных вещей вот поэтому это не значит что вы первый попавшийся какой-то факт вытащили все на этом на этом закончен research так вот сбор материала каким образом он происходит мой приятель лёша поярков автор сериала ликвидация который действие которым происходит в одессе да он два месяца собирал материал в одессе да то есть вот он приехал в одессу и очень внимательно до общаясь с людьми читая какие-то местные книжечки сборнички анекдотов собирал информацию и пропитывался этим городом да то есть мне очень понравилось как он рассказывает приехал и не знаю вот будет что-то или нет и значит водитель таксист мы отъезжаем от вокзала и таксист говорит вот сейчас там надо вот там то повернуть они там то а почему а потому что там гаишники злые за колеса кусают и он такой о су все я сразу понял что тут все будет хорошо или когда он писал сериал про чкалова да то есть он взял там тоже два или три месяца на research на изучение всего связанное с самолетостроением с аэродромами с летчиками так далее и только после этого я буду готов написать заявку заявку даже не не сериал сразу да только заявку и как происходит этот инсайт да то есть вот вы собрали мы собирайте материалы может быть вы даже еще и не знаете да где где тут что и как как что сработает мне очень нравится как акунин про это рассказывал когда он писал роман пелагеи красный петух действие там происходит в иерусалиме и вот он приехал в иерусалим собирать материалы все посмотрел ничего уже не осталось от того времени да то есть все места обходил все облазил да и уже собственно думал ну все ничего не получилось да не нашел того что искал вот и собирался уже все сидел в машине уезжал в такси уезжал в аэропорт и в этот момент на светофоре рядом с ним остановился фургон и на этом фургоне была реклама каких-то там этих самых мясной фабрики или ну чего-то короче реклама чего-то вот и на этой рекламе был огромный красный петух и у него просто инсайт да и вот он и роман сразу же сложился до история сразу же сложилась вот он увидел этот знак и вполне может быть что для вас тоже каким-то какой-то внешний что-то увидите будет какой-то внешний толчок и хоп и история сложится есть очень хороший фильм который показывает как происходит research творческого человека я советую вам посмотреть его он есть на root tracker.org можете его скачать и посмотреть это фильм называется время путешествия автор танина гуэрра великий сценарист который работал с феллини и этот фильм о том как происходил research поиск объектов для фильма тарковского ностальгия гуэрра писал сценарий к этому фильму и вот соответственно они там ездят из одного красивого города в другой италии это всегда прекрасно юг италии значит соборы да когда ты можешь приехать в какой-нибудь но совершенно захолустный собор и увидеть там какой-то невероятно невероятный какой-то шедевр до беременную мадонну или там еще что-то а вот и в какой-то момент тарковский говорит фразу которая вошла в итоге сценарий и и говорит герой янковского и он так сердит и говорит надоели ваши красоты сил нет это конечно гениально да и гуэрра по объясняет что он а он ему читает стихи показывает эти все достопримечательности рассказывает обо всем этом да и он потом он объясняет я это дело для того чтобы ты пропитался этой красотой да насквозь чтобы она до последней клеточки дошла на вот и после того как он пропитался этой красотой они увидели какой-то заброшенный бассейн и произошел inside да то есть тарковский понял как нужно будет снимать этот фильм да если бы он вместо бассейна увидел дерево да он бы снял фильм про дерево если бы он увидел там развалины какие-то снял бы фильм про развалины да но он увидел бассейн вот бассейн стал для него этот пустой бассейн с велосипедами валяющимся на дне да вот стал для него этим главным образом для фильма и так определяем тему на которую мы пишем дальше смотрим какая история этой темы да то есть когда эта тема появилась как она развивалась как она во времени развивалась да и что сейчас происходит с этой темы дальше за границей и у нас да то есть вот ваша тема там условно говоря не знаю резиновые изделия до что с резиновыми изделиями за границей что с резиновыми изделиями у нас до дальше сегодня что сегодня с этой темой какая ситуация сегодня дальше каково будущее этой темы как вы представляете себе эту тему в будущем дальше успешные кейсы связанные с этой темы да то есть люди которые это делали занимались этим и достигли успеха до в любой теме неважно неважно в какой да и это же касается кстати говоря я говорю что это же касается и художественных книг тоже да то есть если вы например пишите о предательстве дата неплохо понять в истории да какие были предательстве каковы были последствия этих предательств до брут иуда и так далее дальше какие-то советы по теме до составить список полезных советов которые можно дать например вашей книги связанных с этой темы затем неочевидные фишки вашей теме когда вы берете какую-то маленький какой-то фрагмент темы да и начинайте вдруг в нее погружаться углубляться и это тоже может быть интересно и парадоксально например когда мы делали читку сценария чапаев в театре док там может быть помните там есть сцена такая где петька учит анку разбирать пулемет да и вот он ей показывает а это что такое а это затыльник а это что такое а это щечки и она по щечину бьет а он такой ну ей богу щечки и у нас была очень смешная тема где я нашел значит разобранный пулемет максим и оттуда перечислил просто все детали вот и у нас петь как говори а это анка спрашивала это что такое а это копить к отвечу а это кожу а это что такое а это там не помню что там заднее что-то там до какой-то термин вот и там народ он сначала такие они чувствуют так что что-то не то происходит да вроде мы фильм то помним да а тут какой-то и вот чем дальше тем смешнее было да то есть каждая следующая деталь там когда уже как 10-15 деталь называлась там народ уже просто лежал в зале да то есть вот мы берем неочевидную фишку и рассказываем показываем ее дальше заблуждение и мифы связанные с темой вот мы это все собираем смотрим и это дает нам парадоксальный незашоренный интересный взгляд на вашу тему насколько это понятно если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте ваши вопросы еще раз я повторю история определить тему сузить ее до история вашей темы за границей у нас сегодня будущее успешные кейсы связанные с вашей темой советы по теме неочевидные фишки в вашей теме и заблуждение мифы связанные с темы вот прям по этому списку шарашите и вам вы обязательно наткнетесь на какие-то интересные вещи которые можно будет интересно показать зрители если книга личных границах то выходит что все время ее невольно практикую как можно отстранить но посмотреть на себя под со стороны так пишу что-то подобное серкину хотелось бы просто для примера раз раскладку по еще раз не я бы тут не не ориентироваться этого не ориентироваться на серкина да еще хуже когда автор с умным видом пишет глупости к и под потому что не в теме да вот это действительно так это это действительно так то есть если есть какой-то косяк да это и если чела люди видят этот косяк все сразу же причем вы знаете это работает даже если вы приводите какой-то побочный пример например вот я в первой версии вот для этого нужно когда идет редактирование да естественно нужно делать проверку когда я описал букварь сценариста я выписал в прямом эфире он я проводил открытый мастер-класс жж и давал задание в текстовом виде я тогда вебинар еще не умел вести да и технических не было возможности и люди комментариями писали ответы и в числе прочего я писал о том что такой вот образ у меня был что можно на конвейере можно собирать там форт да а можно бугатти и понятно что я в машинах не разбираюсь вообще то есть ну у меня нет прав я не знаю там через 14 лет один раз я на за рулем машины поездил и все с тех пор ни разу не это сам как устроена внутри машина я совершенно не представляю до бугатти для меня ну это сочетание звуков какое-то да и мне кто-то написал в комментариях что типа чувак ты вообще пишешь ну как ты ни в чем не разбираешься в том о чем ты пишешь до бугатти не собирают на конвейере я полез в интернет проверил действительно до бугатти не собирают на конвейере на вот и я исправил естественно в книге я это исправил да и то есть значит ли это что я не разбираюсь в том как писать сценарий не значит да но я показал свою некомпетентность в автомобильном производстве до соответственно у человека возникло недоверие и к тому что я папа своему по своей специальности знаю вот поэтому да вот такие ошибки их нужно отслеживать да и лучше обращаться к специалистам для того чтобы они это все у вас посмотрели проверить так сбор материалов это не обязательно много технических моментов можно и эмоционально изнутри когда читатель не понимал раньше в ощущение я бы сказал что нам именно это и надо да то есть нам нужны не технические моменты нам нужно общее представление о том как тема устроена да и нужно найти себя в этой теме да то есть нужно найти что в этой теме у вас вызывает эмоции американцы часто вставляют тупые стереотипы но не только американцы на самом деле очень часто люди когда особенно от чужой культуре пишут доберут просто там с поверхности что-то берут да и это выглядит очень странно виталий гасаев соврал про квд да кто только не врал пока про квд это из из какого-то из какого-то юмористического монолога 80-х годов поэтому да про румынию добавляют дракулу что может быть фишками не совсем понятно фишка это что-то что ярко цепляет да то есть что-то небольшое не очень важное да но что-то что прям возникает такое ощущение о круто я это узнал это круто да то есть это мою жизнь не поменяла но это типа прикольно да вот я вам рассказал сейчас штуку про про квд да вот эта фишка да то есть вы можете там будете как-нибудь общаться с людьми до вологду упомяну упомянутый вы можете сказать о как стать ты знаешь вот говорят что вологде вологде где до что дом с резным палисадом это типа в квд да так вот это неправда да в квд там там рядом есть забор да но он такой железный на квд это кирпичное здание в центре вологды двухэтажные да там просто резного палисада там взяться просто негде вот а вологде вообще три резных палисада да и там два из них жилой дом один книжный магазин да и вот типа этот фишечка да и это сразу сразу же становится интересно я кстати общался с этим чуваком из песняров которые эту песню при притащил в группу он не сам ее написал но он нашел текст и притащил мулялину предложил николаев песняр николаев был у него дома в деревне жил не знаю жив сейчас или нет так окей хорошо идем дальше теперь каналы сбора информации 1 это личный опыт да логично да то есть мы проводим релизию своего личного опыта мы смотрим а что из своего личного опыта я могу использовать своей истории дальше лезем в интернет до забиваем вот людям иногда вот это просто в голову не приходит да вы пишете не знать про масонов ну забейте в интернете масоны до зайдите на википедию что википедии пишут про масонов до найдите какую-нибудь не знаю масонскую энциклопедию до почитайте и так далее и так далее да то есть оттолкнулись от там условно говоря википедии да и пошли 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 дальше копать кругами да интернет книги архивы документальные книги показания очевидцев да то есть вообще когда общаетесь с людьми да и люди вам рассказывают собственно что тут где как происходило работа под прикрытием да например я работал под прикрытием мне сделали фальшивые документы не фальшивые вернее нас они были подлинные да но я был сотрудником налоговой полиции да то есть не сделали естественно с ведомость разрешения руководителя вологодской налоговой полиции мне сделали удостоверение сотрудника налоговой полиции и я работал да вместе с другими с настоящими сотрудниками рабочей налоговой полиции да я ездил в рейды значит работал потом написал серию репортажей да и таким образом да я лучше узнал и работу бизнеса в 90-е годы в вологде и работу сотрудников налоговой полиции здесь важно чтобы сбор материалов не стал прокрастинации и если вы уже например изучали одну тему какую-то да то потом очень часто вы если еще раз пытаетесь в эту же тему влезть да вы смотрите а я это знаю да и это знаю да и вот это знаю юлиан семёнов когда писал первую первый свой роман я я его не читал честно говоря поэтому вот как бы за что купил зато продаю по моему это бриллианты для диктатуры пролетариата тоже боюсь ошибиться значит это я читал в его в книге который написала его дочь биографию в серии жизнь замечательных людей и вот значит она описывает что вот там кто-то из журналистов рассказывает что говорит ездил по архивам дальневосточным дальневосточных этих чека нквд или вот ну вот спецслужб этих тогдашних интересовался темы в двадцатые годы что там происходило и говорит куда в какой бы я архив не заходил да все документы были выданы только один раз выданы юлиану семёнов да то есть когда он эту тему изучал он рыл прям конкретно потом дальше писал он роман уже много лет спустя уже очень хорошо зная все всю эту работу советских спецслужб он писал роман тосу полномочен заявить и тоже рассказывают значит его пригласили в кгб значит дали ему там какие-то документы он сел полчаса просидел встал и ушел почему потому что он и так все это знал то есть он уже настолько хорошо все это знал да что ему еще раз это все было неинтересно и он роман написал тоже я боюсь ошибиться но мне кажется что за 17 дней то есть он очень быстро написал меньше месяца на вот и когда андропову этот роман на стол положили он сказал что типа чу так быстро может быть плохо написал тут сказал не сомневайтесь зачитаетесь ну и это был бестселлер голодков помните было была такая пьеса давным-давно давным-давно до был фильм резанова он считается что источником этой книги являются мемуары надежды дуровой женщины гусара он их не дочитал то есть тоже начал читать читал книги ему не понравилось скучно и довольно и он такой типа ну и ладно силы начал сам сочинять лев толстой когда писал про 12 года он съездил на бороде но там весь облазил все вообще там с очевидцами общался и так далее так далее но в числе прочего ему собрали две подводы книг мемуары очевидцев про войну 12 года и он не открыл ни одной из этих книг да то есть то есть если у вас уже есть толчок если у вас уже случился inside и вы уже пишете любой новый материал он вам начинает мешать то есть нужно не только остановиться в какой-то момент да и нужно обязательно прекратить поступление новых материалов потому что он может сбить вас с толку дай помешать помешать писать историю как понять что уже достаточно вы собрали материал если вы читаете что-то да по теме и вдруг замечаете что материал начинает повторяться значит что все надо остановиться потому что пока материал для вас новый вы можете одно и то же три четыре раза читать и вы не заметите что вы это уже читали а вот а если все вы насытились этим материалом вы начинаете может даже это разные вещи но близкие по смыслу и вы это начинаете воспринимать как повтор вот если возникло это ощущение что я это уже читал все значит надо останавливаться вот то что я вам сегодня хотел рассказать домашнее задание напишите какой материал у вас уже есть для написания книги в свободной форме и какого материала вам не хватает где его взять и как вы его будете собирать то есть нужно составить опять же в свободной форме некий план research а план сбора вашего материала завтра будем говорить о том как работать с собранным материалом насколько понятно домашка если что-то понятно то задайте вопросы сейчас я домашнее задание размещу в описании урока и готов если есть вопросы за банном зашел сейчас за баню асхар вяз до свидания асхар вяз в песни пока вода не было нет конечно в песни пока вода не было в стендап этом самом про вологодский квд этой советует нет про квд не было в песне где ты моя че песня вала где ты моя черноглазая где вологде вологде где что это вот сергей пантелеев это тоже какой-то гость с девушкой на этой самой уже забаном зашел нет забаном так окей вопрос так а для а для фэнтези чисто выдумка какой материал нужно собирать если все придумывается вы смотрите фэнтези всегда строится на каком-то твердом фундаменте вот надо понять на каком фундаменте вы строите свою историю да например у джорджа мартина до его фэнтези строится на кельтских мифов и на истории англии до у толкина толк фэнтези толкина то же самое кельтский миф да там у толкина там мега вообще мощный ресерч происходил то есть он вот то что касается кельтского мифа да я думаю что он был самым большим специалистом фэнтези ну и поэтому соответственно да он написал главную фэнтези книгу то же самое мартин да то есть историю англии он знает там один из лучших наверно специалистов на сегодня по истории англии естественно там очень много отсылок в его книге к шекспиру то есть определенно что он шекспира изучал очень и очень внимательно особенно хроники поэтому вот так вот с фэнтези с фэнтези все то же самое да то есть обратите внимание чем плотнее и крепче вот этот фундамент ресерча фэнтези тем более убедительный мир получается в итоге а вот все эти вот легковесные наши фэнтезюшки то то что наши авторы пишут да они именно из-за этого легковесно из-за того что нет нет вот такого фундамента на то есть если бы например да сколько было попыток древнерусской фэнтези написать никто не делал ресерча пожалуй один автор одного автора я могу назвать сергей алексеева мы с ним были знакомы не то что не в том смысле что он умер до джи все нормально но когда я жил в оладе я не то что дружны были да но я несколько раз был у него дома мы общались и скажем его роман аз бога ведаю да то есть такой древнерусская фэнтези там research был такой что очень-очень мощный research вот ну и соответственно и роман является достаточно влиятельный аз бога ведаю и особенно сокровища валькирии тоже там мега мощный research до сокровища валькирии в 90 это был просто так бестселлер номер один в россии сейчас его там меньше читают он уже был более забыт но тоже я где не встречаю людей да все и все говорят до читали сокровища валькирии читали полную помню поэтому так что является фундаментом мира полудня ну ребят во первых наука да то есть авторы что то что то да понимали в науке да и в такой в научной фантастики до всегда очень мощный научный научный фундамент да если вы посмотрите например на зимова на того же да он написал десятки если не сотни нон-фикшн книг на самые разные научные темы на вот поэтому вот на самом деле проблема вот этой легковесной фантастики до боевой и проблема легковесной фэнтези они связаны именно с тем что нет research нет фундамента на который на которые люди ставят ставят свои фантазии научные либо магические так осталось понять как подать строгие инструкции чтобы было интересно и захотелось их внедрить в свой бизнес проект поговорим об этом свое время хорошо большое вам спасибо и увидимся завтра на следующем уроке технологии без селера в следующем уроке технологии без селера